Сочинец. Двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода вновь всех удивил. Он объявил о своем возвращении в армспорт. Напомню, что спортсмен добился не только высших наград в бобслее, но является трехкратным чемпионом мира по армрестлингу и даже получил прозвище самые сильные руки планеты. В минувшие выходные Алексей посетил краевой турнир по армрестлингу в качестве специального гостя соревнований. Впрочем, о своих планах на будущее Алексей Воевода расскажет все сам. Сегодня он гость нашей программы. Алексей, приветствую вас. Здравствуйте. Так все-таки это правда, что вы возвращаетесь в армспорт? Конечно. Честно говоря, уйти из армспорта очень сложно. Это как маленькая мини-секта. Объясню почему. Потому как человек, который когда-то ощутил вот эту вот возможность и способность к преодолению самого себя, это, скажем так, это остается с ним навсегда. Вот это вот желание преодолевать, преодолевать и преодолевать. Бобслей не дает таких ощущений? Вы знаете, бобслей – командный вид спорта. Там очень много составляющих для успеха. Там боб, коньки, рама, обтекатели, сама команда, соответственно. Тут надо дышать одним коллективом. У меня был такой период, 12-летний период бобслея. На хорошей ноте необходимо хорошие вещи заканчивать и продолжать те же самые хорошие вещи, которые ты оставил. С бобслеем уже говорим прощай. Покончено, да. Прощай, бобслей. И в армспорт вы в качестве кого все-таки возвращаетесь? В качестве, значит, прежде всего общественного деятеля. Это А. Потому как я являюсь вице-президентом Федерации армспорта России. Являюсь вице-президентом ПАЛА, так называемой профессиональной лиги армрестлинга. Соответственно, и как спортсмен. Потому что в ПАЛе, как раз профессиональная лига, я буду участвовать в шестираундовом поединке. Ну, предположительно, октябрь-декабрь месяц. Дело пройдет когда? Пройдет в Лас-Вегасе. В Лас-Вегасе. А когда? Между октябрем и декабрем. Там очень размытые сроки, потому как организовать такую историю очень сложно. Очень большой интерес. Там вот это определение места проведения, количество СМИ, которые будут все снимать. Поэтому там пытаются сделать действительно хорошее шоу. У нас будет, скорее всего, снимать этот поединок, будет вообще Голливуд снимать. То есть очень серьезный режиссер, обладатель Оскара. Кстати, о Голливуде вы тут вот так вот заговорили. И вот Алексей Воевода, именитый армрестлер, Алексей Воевода, именитый бобслиист. Недавно вы нас удивили своим пением в программе на итальянском языке. И вот сейчас поговаривают о том, что вы собираетесь сняться в каком-то голливудском фильме. Вы знаете, съемки уже прошли. На самом деле финальный аккорд будет как раз-таки на предстоящем турнире. Это не художественный фильм, это документальный фильм. Это фильм про ломку стереотипов, по факту. Потому как я постоянно их ломаю. Мне самому это интересно. Соответственно, это оказалось интересно общественности еще в том числе. Ну, я один из тех, на самом деле, людей, кто ломает. Потому что я не один. Я не одинокий, и именно об этом снимается фильм. Когда мы снимали на Красной площади, идет съемочная группа, и как ко мне подбегают ребята, и начинают интересоваться про правильное рациональное питание. Каким образом можно систематизировать тренировки, питание и стать более эффективным. Я начинаю об этом рассказывать. И они очень сильно удивились. Потому что они не думали, что в России такой интерес к здоровому питанию вообще в принципе существует. Они были под впечатлением и уехали отсюда с такими, знаете, с большими голливудскими улыбками, но такими уже не натянутыми, а искренними. Это было здорово. Ну, то есть, получается, фильм будет очень хорошего качества, я так понимаю. Фильм будет... Интересен. Снимают три обладателя «Оскара». То есть, оператор-обладатель «Оскара», режиссер и продюсер. А фамилии не буду называть, но очень серьезные люди. Очень, очень, очень. Поэтому, я думаю, что что-то интересное получится. А премьера когда ожидается? Конец 16-го, начало 17-го года. Примерно так. Спасибо большое за беседу. Всего доброго. Гость нашей программы сегодня Алексей Воевода. Субтитры подогнал «Симон»